Давно пора. Ну а что это? Порядок, что ли? Смотрите. Вот здесь же этого не было раньше, когда было сделано. Сейчас все это занесло. Никто не убирает, никто не смотрит за этим. Ну и ребятишкам нужно плитку красивую. Но у нас красивой не будет, она дорогая. Опять китайскую возьмут. Все испортят, как всегда. Что здесь можно сделать, например? В первую очередь вот эти деревца и сравнять, чтобы чтенка широко как бы лилась. И все было бы нормально. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» каждый житель Забайкальского края может выбрать одну из 86 территорий и проголосовать за ее благоустройство. Сделать это можно на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте городской администрации и благодаря помощи волонтеров в специальном приложении до 30 мая. На территории всех муниципальных образований, участников онлайн-голосования работают волонтеры. Не стоит их пугаться, как-то отрекаться от них. Они подходят, вы диктуете им свой номер телефона, вам приходит четырехзначный код, вы диктуете свои фамилии, имя, отчество, даете согласие на голос. Сейчас по Чите лидирует территория набережной реки Четинка и парки Антипиха и Черемушки. Специалисты предполагают, что лидерство связано с тем, что территория находится на стыке трех административных районов города – Центрального, Ингодинского и Железнодорожного. А значит, в благоустройстве заинтересовано как можно больше людей. Стоит посмотреть на соседние города с современными набережными, как сразу становится ясно, что в Чите такой культуры отдыха пока и вовсе нет. В планах от стадиона «Локомотива» до улицы Богомякова сделать пешеходные дорожки, озеленить места отдыха и сделать зоны для занятия спортом. Из федерального бюджета на данный проект запланировано более 280 миллионов рублей. Регион софинансирует данную сумму в размере 2%. Из 86 общественных территорий путем не только онлайн-голосования, но и специальной межведомственной комиссии будут выбраны не менее 43. Именно они в 2023 году будут радовать забайкальцев. Валерия Афанасьева, Константин Васильев, РТК Забайкалье.